Всем привет, вы на канале ММА ТОП ШОУ и это ММА Дайджест, все самые интересные и свежие новости из мира ММА. Не так много времени прошло с момента отмены боя Хабиба и Тони, и нам приходится собирать по кусочкам всю информацию от разных источников и пытаться создать картину произошедшего накануне взвешивания. Сначала Дана Уайт сообщил, что бой мог быть спасен, затем Хабиб сообщил, что он сожалеет и просит прощения у фанатов. Однако в разумительном ответа, почему так произошло и кто виноват, нам никто не сказал. И вот в понедельник менеджер Хабиба Нурмагомедова Абдель Азиз дал интервью Ариэлю Фильване, в котором он попытался объяснить, что же все-таки пошло не так. Мы должны были вернуться к 6 утра и продолжить сгонку веса, но в 3.45 я вошел в номер, а мой номер находится напротив номера Хабиба. Ему было так больно, что я запаниковал, потому что он для меня не просто кто-то, он мне как младший брат. У меня совсем другие отношения с ребятами, с которыми я работаю, потому что если мы не можем быть друзьями или братьями, мы не сможем работать. И я запаниковал, и первое, что я хотел сделать, это помочь ему. Я думал о том, чтобы набрать скорую помощь, но потом подумал, что мы можем отвезти его туда. Когда мы его подняли, всей группой, всей толпой, он даже едва мог передвигаться. Мы посадили его в мою машину и отвезли в больницу. По дороге в больницу я пытался связаться с UFC. Было 4 утра почти, когда мы сели в машину. За последние 8 или 9 лет, которые я работаю с UFC, если что-то происходит, ты звонишь двум людям. Это Матчмейкер и Дана Уайт. Я делал такое раньше, но это было 4 утра, я не знал, кому звонить. Я знаю, Дана Уайт вышел с заявлением о том, что мне следовало позвонить врачу UFC или Брианне Мэттисон, но я не делал такого прежде. И знаешь что? Самое обидное, что Дана Уайт прав. Я бы хотел позвонить доктору Дэвидсону, потому что мы поехали в больницу в Санрайз и пробыли там почти 7 часов, и они очень плохо о нас позаботились. Сейчас я немного обижен словами Дана Уайта, но он прав, он чертовски прав. Если я позвонил доктору UFC, чего я не делал до этого, я не знаю, наверное, о нас позаботились бы как о королях. Также Ариэль Хильвани спросил, когда нам ожидать возвращения Хабиба. На турнире UFC 210 в Буффало или все-таки на UFC 211 в Далласе? Буффало является, скорее всего, невозможным вариантом. Я еще, правда, не говорил с Хабибом о чем-либо. Думаю, май будет, скорее всего, по определенным выборам, но знаешь, Хабиб не собирается выступать в Рамадан, который начинается 26 мая. Ну, я думаю, май или, не знаю, может Хабиб сможет подготовиться. Ну, в конце концов, его здоровье и состояние превыше всего, превыше заработка. Деньги – это самое последнее, о чем сейчас мы думаем. Это была лишь малая часть того, что сказал Абдуль Азиз по поводу Хабиба и по поводу всего происходящего во время сгонки веса, во время неудачной сгонки веса. Если вы знакомы с английским языком, то проходите по ссылкам ниже, где я оставлю ссылку на подкаст Ариэля Хильвани, где Абдуль Азиз ответил на все его вопросы. И, кстати, не забывайте подписываться на канал MMA Top Show, если вы хотите быть в курсе всех последних событий из мира ММА. И не только.